Режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Нинецкого округа, продлен до 14 июня. Такое решение было принято временно исполняющим обязанности главы региона Юрием Бездудным в пятницу по итогам совещания оперативного штаба. За последние сутки в округе выявлено два новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на территории субъекта лабораторно подтверждены 71 случай COVID-19, выздоровели 28 пациентов. Об этом временно исполняющему обязанности губернатора доложил руководитель окружного профильного департамента Сергей Свиридов. 19 граждан сегодня проходит стационарное лечение Нинецкой окружной больницы из них. 16 – это жители Нинецкого автономного округа, один остался человек с месторождения Брандейская, и два человека, вы сказали, которые были выявлены в обсерваторе, перевоктовка ТППН в Севернефтегаз. 23 гражданина получают макулатурное лечение. На самоизоляции в домашних условиях находятся 356 человек в обсерваторе – 10. Сняты с контроля 964 человека, в том числе 43 за последние сутки. Всего с начала пандемии в Центре гигиены и эпидемиологии НАО проведено 2727 исследований на коронавирус. Всего нами проведено за этот период 2727 исследований, и по металлическим рекомендациям федеральной службы мы сейчас как бы на нулевом этапе, то есть у нас коэффициент распространения заболевания 2 и 3 на сегодняшний день. Как отметил в Рио губернатора Ненецкого округа Юрий Бездудный, самое главное – вовремя выявлять заболевших, контактных пациентов и назначить необходимое лечение. То, как мы проводим планомерно, целенаправленно работу и эпидрасследование, и помещение на обсервацию, и вовремя определение тестирования, ну, позволяет нам сдерживать вот этот вал прирост. По итогам заседания оперативного штаба в Рио губернатором НАО принят ряд решений. Общественные бани предложено перевести в обычный режим работы с открытием парильных отделений. Ответственным лицам поручено проработать вопрос о возможности снятия карантина на месторождении имени Титова. Особое внимание было уделено выплатам врачам. Случилось следующее. Вот информация, которую получил от врачей. Они говорят, что какую-то выплату они получили, доплату, в виде аванса, какую-то уже как зарплата. Поэтому они в конечном итоге не понимали, им было очень сложно сопоставить, какая все-таки была надбавка за работу с ковидом. В связи с этим я вас прошу, чтобы вот эти выплаты, которые будут начисляться в дальнейшем по 415, 484 и в том числе по нашему решению, они проходили одной суммы, чтобы люди понимали ту сумму доплаты, которая им идет как прибавка к заработной плате. Также поручено усилить разъяснительную работу с родителями по соблюдению мер предосторожности на детских площадках. Что касается режима повышенной готовности, то он продлен до 14 июня.